Добрый вечер. Какие основные показатели характеризуют сегодняшнее социально-экономическое состояние? Республики с ростом 106,5% к 2016 году. Если посмотреть по поступлению в республиканский бюджет, 39 миллиардов, почти 40 миллиардов с ростом 107,3%. Лидерами является налог на физических лиц НДФЛ 111%, свыше 111%, 103,8% рост по налогу на прибыль. То есть мы те назначения, которые ставили перед собой, в полном объеме по концу 2017 года выполнили. Если переходить уже непосредственно к показателям социально-экономического развития, промышленность по 11 месяцев 104%, назначение ставили перед собой 102,7%. Я думаю, больших изменений до конца декабря не произойдет, и мы уложимся в параметры, обозначенные и в прогнозе, ну и по факту уже сложившиеся 11 месяцев. Наиболее, наверное, сложная ситуация у нас в строительстве. Здесь есть невыполнение и по вводу жилья пока, и в том числе по стройподряду. 84% к прошлому году. Я думаю, здесь, наверное, сложно будет выправить ситуацию. Но надеюсь, что те назначения, которые мы брали перед собой по вводу жилья, мы выполним в объеме 630 тысяч квадратных метров и введем. Почему вы взяли на эту ситуацию? Жилище строительства как отрасль очень сильно зависит от доходов населения. Понимаем, что с 2014 года были сложности с ростом реальных располагаемых доходов населения. И только вот в 2017 году мы сейчас видим положительную динамику. Поэтому я надеюсь, что спрос на живые помещения более активнее будет в 2018 году, и ситуация здесь исправится. Что касается строительного подряда, мы понимаем, что это связано с реализацией инвестиционных проектов. И опять же, с кредитованием экономики здесь есть определенные сложности. И, соответственно, отставание от цифр 2016 года. Опять же, связывая, что в 2018 году те упущения, которые были в этих отраслях, мы нагоним и выполним. Да, сегодня уже видно интересы и у инвесторов к экономике республики. Видим, что растут доходы населения, заработная плата. Соответственно, в 2018 году ждем увеличения спроса со стороны как населения, так и инвестиций со стороны бизнеса. Иван Борисович, а кто, наоборот, приятно удивил? Ну, здесь, опять же, нужно смотреть по нашим лидерам. В первую очередь, очень неплохо сложился год для химиков. Практически наши флагманы – это иперкарбонат, химпром. Август год завершается со значительным ростом к 2016 году. Успешно прошла модернизация «Хевила». То есть, сегодня практически в два раза нарастили мощности. Сегодня довольно серьезная загрузка у предприятия. Мы видим, что вносит приличный результат в развитие экономики данное предприятие. Также хотел бы отметить «Элару». Очень хороший контракт у них с российскими железными дорогами. То есть, не трогать войну на тематику. Предприятие неплохо сегодня вписывается в производство гражданской продукции, о чем говорил президент Российской Федерации, что военным компаниям необходимо развивать гражданское направление. Соответственно, есть успех у малого и среднего бизнеса. И свой вклад с ростом выше средней показателей по экономике они тоже вносят. Вот отдельный вопрос. Как сейчас, в данный момент, развиваются события на предприятиях «Концерново-тракторные заводы»? Потому что в течение всего года внимание было приковано к ним. И сейчас возникает очень много вопросов у людей. Ну вот, например, обещают сохранить военный дивизион, а с гражданской продукцией в таком случае что будет? Какие планы у нового руководства? Ну, надо начать с того, что проблемами данных предприятий занимается не только правительство Чувашской Республики, но и правительство Российской Федерации. И все решения, которые сегодня приняты, они прошли через Наблюдательный совет Внешэкономбанка, а Наблюдательный совет Внешэкономбанка возглавляет председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Соответственно, здесь была разработана стратегия по оздоровлению предприятий, которая будет реализована в 2018 году. Два основных направления. Это, совершенно верно, вы отметили военная тематика, и здесь наши предприятия в меньшей степени будут участвовать. И поэтому нам интереснее, и правительство занимается данным вопросом, это гражданская тематика. Сегодня осуществлена передача акций со стороны предыдущих собственников компании Ростех. То есть этот процесс завершен. Завершается регистрация управляющей компании, которая будет сегодня заниматься продажами, работой с партнерами, с поставкой комплектующих. То есть произведет расшивку тех неплатежей, тех долгов, которые на предприятии имеются. По самим предприятиям принято решение по дефолтной стратегии. Вы об этом тоже все знаете. Она была озвучена еще в октябре месяце, тоже после решения наблюдательного совета. Что она в себя включает дефолтная политика. Все предприятия пройдут процедуру банкротства. Я бы даже не банкротством назвал, наверное, оздоровление через процедуру банкротства. Это никоим образом не должно отразиться на активах предприятий. То есть они все здесь остаются. И не предполагается продажа по отдельности. То есть это будет реализовываться как целый промышленный комплекс. В дальнейшем, соответственно, эти промышленные комплексы должны войти после процедуры оздоровления в Ростех уже окончательно без долгов. За период этого оздоровления, задачу, которую ставят перед собой Ростех, предприятия не должны останавливаться, должны работать. Соответственно, выпускать гражданскую продукцию. И развивать тот бизнес, который был выстроен годами на здесь, на Чебоксарской и Чувашской земле. Буквально на той неделе было представлено новое руководство. И на промтракторе, и, соответственно, на агрегатном заводе. И сегодня идет формирование команды. Планы на 2018 год формируются. И, соответственно, будут приняты дополнительные решения. В том числе, по дофинансированию предприятия в части оборотных средств. Мы знаем, что основная проблема на данных предприятиях была отсутствие оборотных средств. По той информации, которая имеется у меня, в рамках группы компаний Ростех определен бюджет по всей группе, это и военная тематика, и гражданской, порядка 10 миллиардов рублей. То есть это те средства, которые возможны в виде оборотных средств выделить на данные предприятия. Погашена буквально недавно задолженность по заработной плате, которая сформировалась на наших предприятиях. Это 162 миллиона рублей. До конца года, буквально в эти дни, должно поступить дополнительные средства в районе полутора миллиардов рублей на закрытие обязательных платежей, зарплата, долги по энергетике. То есть то, о чем были приняты решения, опять же, на наблюдательном совете Внешэкономбанка. Сегодня предприятия, надо об этом тоже говорить, работают в режиме неполной занятости. Но это опять же мы возвращаемся к тому, что нет оборотных средств, нет комплектующих. Их, соответственно, невозможно до загрузка, в том числе работников, так как элементарно нет материалов, из чего делать продукцию. Новое руководство предприятий ставит перед собой задачу, чтобы в январе выйти на нормальный уровень работы. Я надеюсь, что те планы, которые перед собой поставили, они будут выполнены, а со стороны республики будем оказывать всяческое содействие. Иван Борисович, а вот в уходящем году, какие еще, на Ваш взгляд, события повлияли или призваны повлиять на дальнейшее развитие экономики в республике? Возможно, это были новые договоренности, возможно, это какие-то новые контакты и контракты. В первую очередь мы ориентируемся на развитие наших предприятий. Вы, опять же, знаете, что в 2017 году стартовало строительство большого современного тепличного комплекса, и Ренова в 2018 году планирует активно приступить к его реализации. Я думаю, что это направление интересное и для республики в целом, но и соответствует тем тенденциям, которые есть в Российской Федерации. Продолжится модернизация компании «Хирилл» своего производства, и в 2018 году на эти цели будет выделено 2,8 миллиардов рублей. Предприятие, опять же, увеличит свои мощности и увеличит тот вклад в экономику, который сегодня вносит. Произошел запуск первых площадок на технопарке. В 2018 году планируем, что этот процесс продолжится, и тоже появится на карте республики несколько интересных предприятий, малого и среднего бизнеса, которые заработают на тех мощностях, созданных с участием Российской Федерации и Чувашской Республики. Также ждем, что продолжится развитие в сельском хозяйстве. И спрашиваю, что удивило. В этом году все много говорили о плохой погоде, о неурожае. И вводилась чрезвычайная ситуация, но говорят же, что по осени считают, и подсчет в сельском хозяйстве был успешный. Получили и в целом по Российской Федерации, и в Чувашской Республике достойный урожай. Я надеюсь, что наши сельхозтоваропроизводители сохранят эту тенденцию, и 2018 год будет успешным с 2017 года. Вот те ожидания, которые правительство ждет. То есть, если вы тоже научились справляться? Эффективно работать, по крайней мере. А что было самым сложным для экономики в этом году? Ну, я уже здесь затронул эту тему. Все-таки жилищное строительство. Сегодня мы видим, что есть застройщики, которые создают проблему и обманутых дольщиков. Для нас 2018 год, наверное, пройдет в работе с такими проблемными объектами. Мы в этом году завершили последний объект обманутых дольщиков, который возник в кризис 2008-2009 года. Буквально в конце года Министром подписан акт о вводе. Я надеюсь, город подпишет акт ввода соответственно с Домой. И тема дольщиков 2008-2009 года будет закрыта наконец-то. Но сегодня мы видим уже десяток проблемных объектов, которые в кризис 2014-2017 года состройщики создали, так скажем, жителям республики. И здесь нужно активно работать и Министерство строительства, и администрация города Чебоксарного Чебоксарства. В основном в этих городах сосредоточены проблемные объекты. Они есть, и сегодня нужно составить дорожную карту по реализации этой ситуации. Наверное, вот это основная проблема, которую мы сегодня видим, диагностируем, и с которой надо будет заниматься в 2018 году. В целом, какие-то обязательства, которые были перед республикой, выплата зарплаты, соответственно указами. Да, ситуация тяжелая, это значительные средства приходилось мобилизовывать на данные цели. Но в полном объеме мы это выполняем. Планы на 2018 год по выполнению указов майских, они тоже в полном объеме обеспечены средствами. Я думаю, что здесь проблем социального такого характера не должно быть у республики, у правительства, ну и в первую очередь у тех получателей средств и зарплаты наших бюджетников, соответственно. Иван Борисович, насколько я знаю, вы совсем недавно вернулись из Москвы, привезли оттуда тоже очень хорошие новости. Ну, это касается города Канаша, много обсуждают эту тему. Канаш-город наш. Канаш-город наш, да. Ну, иногда и по-другому называют. Были проблемы с основным инвестором на площадке, это КПАЭГРА, который заявил крупный инвестиционный проект, но не справился со своими обязательствами, и, соответственно, у фонда возникли вопросы уже к правительству республики. Было приостановлено финансирование того соглашения, которое было подписано, и финансировалось в рамках общего проекта поддержки моногорода. Нам было дано время устранить те замечания, откорректировать основные цифры проекта. Правительство это сделало, внесло, фонд согласовал и в соответствии со своими же требованиями вынес на наблюдательный совет. Наблюдательный совет возглавляет заместитель руководителя секретаря правительства российского федера Максим Алексеевич Акимов. И вот буквально в пятницу прошедшую данный вопрос был рассмотрен, одобрен. По информации, которую дает Минэкономразвитие, в понедельник было подписано дополнительное соглашение, и до конца года планируется поступление дополнительных средств на финансирование наших проектов. Но я хочу здесь сказать, что проекты не останавливались, независимо от того, будут они финансироваться с фондом или не будут. У нас есть действующие контракты, заключенные в соответствии 44 ФСЗ, и мы должны их выполнять. Подрядчики сегодня работают, есть небольшое отставание по индустриальному парку, но я думаю, что в первом квартале мы нагоним. Действительно, это вполне регулируемые. Это рабочие уже процессы, которые необходимо решать на площадке с подрядными организациями, с проектировщиками, и я думаю, что мы справимся. Что еще было, можно отнести в актив правительства республики, всех органов власти? Здесь, наверное, оценивать должны со стороны. Мне тяжело оценивать работу правительства, так как я его возглавляю. Я просто хочу сказать, что мы выполнили все задачи, которые перед собой строили. Это, наверное, самое главное. То есть прогноз не расходится у нас с конкретными делами. Это, наверное, самое главное. Но оценку в конце года расставит глава республики. Соответственно, мы будем ждать, какая оценка в адрес правительства поступит от руководителя субъекта федерации. Иван Борисович, а вы верите в гороскопы? Я редко, наверное, читаю гороскопы. В следующий год нам обещают очень успешным, очень эффективным, очень результативным. Причем практически во всех областях. Ну, хорошо, если, допустим, не принимать во внимание то, как сошлись или не сошли звезды, у нас есть реальные предпосылки для того, чтобы в следующий год был гораздо успешнее, чем этот? Если сегодня посмотреть, как развивается экономика республики, социальная сфера, год, несомненно, 2018 будет не хуже 2017 года. Я не вижу каких-то провальных направлений, которые должны создать проблему для правительства республики, для жителей. Мы участвуем во всех федеральных программах. Они у нас подкреплены денежными средствами. Предприятия, на которые мы сегодня базируем свой рост, они все наши предприятия, понятные. У всех сверстан уже план на 2018 год. Буквально, вот если коснуться нескольких организаций в торговой промышленности, прошло итоговое заседание правления. И многие руководители, кто присутствовал, выступал, они все говорят о том, что 2018 год у нормальных предприятий уже сверстан, и они видят свои планы по году. И из этого следует, что каких-то отставаний, провалов не будет. Поэтому я надеюсь, что 2018 год для республики будет таким же успешным, как 2017. Ну а больше мы процентов соберем или меньше, пока же тут первый квартал. Обычно всегда на базе вот этих цифр уже видно, какой будет итог года. Так что подождем первого квартала. Я желаю вам всем удачи. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Моторин. Спасибо за внимание. Всего доброго. И до встречи уже в следующем году. Субтитры подогнал «Симон»